История возникновения Мекки Они были отлучены друг от друга Ева была выведена из рая в районе города Мекка А Адам был спущен где-то далеко на востоке По некоторым данным на острове Шри-Ланка Они искали друг друга в течение 300 лет Адаму наконец удалось найти путь вниз по Аравийскому полуострову в Мекку Местом где они наконец воссоединились Было на вершине коры Арафат Недалеко от города Мекка Мекка важна также тем Что считается первым местом на земле Где поклонялись одному всемогущему богу И так было в этом самом месте Когда Ибрахим и его сын Исмаил Построили первый дом для поклонения богу В честь этого бог всемогущий Построил на небесах подобный дом для ангелов И как рассказывается Каждый день 70 тысяч ангелов Посещают этот дом для совершения своих молитв А затем покидают Не намереваясь когда-либо вернуться снова Когда Ибрахим и Исмаил завершили строительство священного дома Оставалось еще одно место Куда нужно было уложить последний камень И так Ибрахим послал своего сына Исмаила Найти единственный камень Который он мог бы вставить в это место Но бог всемогущий Предназначил Что последний камень Который будет вложен в это место Не будет из материала этого мира Вместо него будет камень Непосредственно из сердца рая Затем ангел Джабраил Доставил камень Ибрахиму После чего он приступил к его укладке Рассказывается Что в начале Когда камень был доставлен вниз Он был чистым и белого цвета Но из-за нечестия Что есть в этом мире И греховности людей Камень медленно начал тускнеть И в конечном итоге Стал черным Шло время И город с людьми Мекки Развивался Придерживаясь чистого единобожия В поклонении только одному богу И это несмотря на то Что их соседи в Египте Месопотамии и Шами Практиковали язычество На протяжении веков Но все это изменилось После того Как купец по имени Амбар Иманлюгай Начал вести свою торговлю За пределами Мекки Амбар продолжал продвигаться Продвигаться на север Пока он не достиг земель Шама Амбар был первым свидетелем Таких вещей Как современная архитектура Богатая литература И конечно Идолопоклонство Амбар был настолько впечатлен Тем, что увидел Что перед отъездом Он спросил Можно ли ему на обратном пути Взять с собой одного из идолов Люди согласились И Амбар взял идола И поместил его Вместе с другими товарами В своем караване Затем он отправился на юг Обратно к Мекке Когда Амбар вернулся домой Он сразу же взял идола И установил его Прямо перед священным домом Затем он принялся Рассказывать людям Что этот идол Теперь их бог Которому они будут поклоняться К сожалению Из-за всеобщего невежества Жителей Эту идею не отвергли И никто ей не воспротивился И с течением времени Люди стали поклоняться Все большему и большему Количеству различных идолов До тех пор До тех пор Пока Как это рассказывается К концу шестого века Не стало насчитываться Более трехсот шестидесяти Различных идолов Окружающих священный дом В Мекке По прошествии лет Язычество стало более заметным Во всем мире Люди, которые придерживались веры В единого Бога Знали, что скоро наступит Время пришествия Нового пророка Прямые и косвенные признаки Строки священных писаний Указывали на то Что Аравийский полуостров Был наиболее вероятным местом Куда Бог пошлет Нового пророка В это время В Римской и Персидской империях У власти стояли Жестокие правители Которые очень враждебно Относились к любому типу восстаний Будь они идеологическими Или политическими А также и религиозными В то время Как Аравийский полуостров С одной стороны Хотя и был Глубоко погрязшим В язычестве Но являлся территорией Под управлением Родоплеменных законов И в нем Никогда не было Реального Централизованного Пробления Пока шло время Все больше и больше Людей Начинали перемещаться Ближе к Аравийскому полуострову В ожидании появления Следующего пророка И на той самой земле В которой человек Впервые начал поклоняться Своему Создателю И там, где Ибрахим Построил первый дом Для поклонения Единому Богу Было местом Где Бог Предопределил появиться Его последнему И завершающему Посланнику Не забудьте подписаться На канал А также Чтобы быть в курсе Новых публикаций Нажмите на колокольчик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok